Есть еще несколько этических проблем, о которых экономисты говорят все больше и больше. Сегодня, и это, наверное, началось после экономического кризиса в 2008-2009 году, когда вы посылаете статью в журнал, вы раскрываете свои источники доходов. Вы говорите, я не получал деньги у такого-то банка, у такого-то правительства, или наоборот, я получал. И вы должны прикладывать этот самый disclosure statement практически в большинстве экономических журналов. Для того, чтобы не было ситуации, в которую попали во время экономического кризиса многие, в том числе известные экономисты, когда оказывалось, что они получали деньги от правительства Исландии, и их исследования были в некотором роде не очень объективными. Еще одна этическая проблема, это то, что называется pre-analysis plans. Когда прежде, чем вы делаете исследование, вы говорите, какие именно вы будете гонять регрессии. Что именно вы будете делать с этими данными, когда вы их получите. Это для того, чтобы избежать то, что называется data mining. Что вы прогнали регрессию, у вас ничего не получилось, но это вы миру не расскажете. Потому что очень трудно опубликовать non-result. Вам трудно опубликовать статью, в которой будет написано, мы прогнали эту регрессию и не нашли ничего. Прогнали регрессию. Некоторые журналы уже идут по этому пути и говорят, если вы нам расскажете, какую именно вы будете прогнать регрессию, если наши рецензенты скажут, что это разумный эксперимент, мы опубликуем вашу статью. Точнее так, если мы решим, что это хороший эксперимент, мы гарантируем вам, что мы опубликуем эту статью, даже если вы ничего не найдете. Есть и такой подход. Есть и, собственно, целые порталы, на которых вы регистрируете до начала своего эксперимента, регистрируете эти самые планы, о которых вы говорите. Ну и, наконец, последнее серьезное изменение в последние 10 лет, это резкий скачок в репродуцировании данных. Во многих журналах вы должны класть свои данные на веб-сайт, класть свой код в статьи или в R на веб-сайт. И многие журналы нанимают то, что называется Data Editors. Специальный человек прогоняет эту регрессию на этих данных и проверяет, не ошиблись ли вы, не солгали ли вы. И в этом смысле это, конечно, огромное изменение. Раньше это было немножко по-другому. Вы просто в добровольном порядке можете положить или не положить свои данные и программы на свой сайт. И кто-то вас может спросить, можно я попробую воспроизвести ваши результаты. И были скандалы, когда оказывалось, что очень известные статьи получали свои результаты в результате ошибки в коде. Такое тоже бывало. Но сейчас это делается практически в обязательном порядке во многих журналах. И в этом смысле целый ряд этических проблем так или иначе решаются. И это действительно происходит в последние 10-15 лет. Продолжение следует...